Небольшой тест, господа. Какой тип телосложения наиболее привлекательный? Первый тип – треугольник. Второй тип – перевернутый треугольник. Тип номер три – прямоугольник. Тип телосложения номер четыре – овал. Тип номер пять – трапеция. Ответ вы узнаете в течение следующих нескольких минут. Но независимо от ответа, у вас у всех свой тип тела, и вам необходимо правильно его одевать. Друзья, сегодняшнее видео как раз об этом – как одеваться лучшим образом для своего типа телосложения. Перед тем, как я расскажу о том, как одеваться для каждого из пяти типов телосложения, я хотел бы остановиться на трех базовых правилах. Правило номер один – одевайтесь под свое нынешнее телосложение. Возможно, через месяц или год вы похудеете, если вы хотите, или наберете массу, и вы получите свое идеальное тело к тому времени. Но вы же и не можете ходить голышом до этого момента. Вам необходимо одеваться с тем, что вы имеете сейчас. Будь то интервью или вечеринка, или свидание, которое вы ждете, вам необходима одежда, чтобы подчеркнуть свое тело. Фундаментальный пункт номер два гласит следующее. Ваше телосложение определяет одежду, которую вы будете носить. Не поддавайтесь трендам. Уже некоторое время популярен тренд на узкие галстуки, и лацканы на пиджаках, и прочие вещи. Если ваше телосложение типа треугольника или овал, вы будете выглядеть как клон в такой одежде. Даже несмотря на то, что эта одежда будет вашего размера. Она не подходит для вашего телосложения. Тут главная пропорция. Так что вам необходимо понимать, что для вашего типа тела есть определенные вещи, которые будут более выигрышно смотреться. Пункт номер три – стремитесь к стандарту. Когда вы одеваетесь, без разницы, какой у вас тип. Главное – это соблюдать баланс, чтобы вы могли соответствовать стандарту, распространенному в вашем окружении. Это нас возвращает обратно к началу. К вопросу, какой тип телосложения наиболее привлекательный. Что ж, это зависит от того, где вы живете, и какой стандарт в вашем окружении. Так тип тела в Индии, или в Германии, или Италии, или тип телосложения в Америке и Мексике. Он изменяется. Все взаимозависимо. Тут в Штатах люди более массивные. Это то, что мы ставим на пьедестал. Многие ребята ходят в зал. В Индии и Японии они будут худощавыми. Так что это вполне может быть тип треугольник. А в США скорее трапециевидный. Интересный факт. В связи с тем, что лишний вес считается привычным делом, это начинает считаться чем-то более привлекательным. Хотите верьте, хотите нет. Суть в том, что если вы выстроили свое тело, скажем, вы бодибилдер, то не покупайте себе пиджак с подкладками, потому что вы будете выглядеть как персонаж из мультфильма. И это не то, чего вы добиваетесь. Нужно как минимум добиваться соответствия нормам вашего общества. Итак, первый тип, о котором я расскажу, это треугольник. Это может произойти в раннем возрасте или намного позже, когда вы наберете вес. Но характерные черты данного телосложения, это широкий живот, а плечи скошены, или вы просто не занимаетесь и не развиваете эту область. Поэтому они подкашиваются, а вы начинаете немного сытулиться. Это то, над чем необходимо работать. Если у вас получится создать мощные плечи, то, к приятному удивлению, вы сможете трансформировать этот тип телосложения более похожим на квадрат. А квадрат уже выглядит более мужественно, чем треугольник. Проблема с треугольником всегда возвращается к плечам. Слабые плечи воспринимаются как нечто немаскулинное. Поэтому, когда вы хотите надеть пиджак или костюм, может, какой-нибудь джемпер, или даже джинсовую куртку или кожанку, всегда думайте о том, как вы можете улучшить вид этой зоны. Например, надеть рубашку с опалетами, или двойными карманами, или какой-нибудь вышивкой, так, чтобы добавить визуально к весу в области груди и плеч. Даже свитер может помочь в этом деле. Если рассматривать нижнюю часть, а именно бедра, то надо сразу отказаться от мешковатых штанов. Лучше всего надеть что-то более обтягивающее. Также следует убедиться в том, чтобы обувь соответствовала в пропорциях. Надо отказаться от широкой обуви. Ваша нижняя часть и так будет достаточно широкой. Так что более изящные вещи подойдут намного лучше. Вещи, которые выглядят меньше своего размера. Даже если у вас 45-й размер ноги. Следующий тип телосложения – это перевернутый треугольник. Это бодибилдер. Это тот парень, который проводит время в зале, и у него подкачанный торс. Проблема следующая. Да, многие, наверное, скажут, «О, я бы хотел иметь такое телосложение». Но попробуй высходить к портному, и вы сразу поймете, что это один из самых сложных типов для пошива одежды. И не важно, что этот человек наденет. Его тело будет выглядеть еще больше в этой одежде. А нижняя часть тела будет выглядеть непропорционально. А это то, чего нам следует избегать. Поэтому парень с таким типом телосложения должен обратить внимание на нижнюю часть тела. Это можно сделать при помощи обуви, которая поможет выглядеть его ногам немного больше. Тут подойдут ботинки или туфли с текстурой или из замши. Скорее всего, придется работать с контрастами, что будет играть между собой и привлекать больше внимания к его обуви. Что касается штанов, точно следует избегать узкие джинсы. Лучше подобрать простые ровные джинсы. Не стоит перегибать и надевать широкие штаны. Но однозначно стоит оставить немного пространства, которое визуально бы увеличило вашу нижнюю часть. Когда вы выбираете костюм, то лучше выберите модель, в которой пиджак без плечиков. Ищите определенный тип пиджаков. Например, итальянские модели, которые вы можете отнести партнуму, чтобы он подогнал их под ваше телосложение. Или заказать авторский пиджак, в котором вообще может и не быть плечиков. Идея в том, что у вас уже и так все в порядке с плечами. И вам просто надо выглядеть, как парень, у которого спортивная форма, а не как некая непропорциональная форма, которая вот-вот упадет. Следующий тип – это прямоугольное телосложение. Для большинства мужчин это, наверное, самый лучший тип тела, который можно было бы иметь. Но если переборщить с пропорциями, то ситуация становится гораздо сложнее. В таком случае помогает добавление текстуры. Например, у вас нормальное телосложение. В моем случае рост 1,75 м и вес 75 кг. Скажу откровенно, на такой тип очень просто подбирать одежду. Но если бы я был 1,90 и 80 кг, то я был бы совсем тощим. И тогда уже найти хорошую вещь по размеру было бы гораздо труднее. В таком случае не стоит брать облегающую одежду, иначе вы будете выглядеть еще более худым. Просто надо выбирать вещи, которые бы добавляли веса и текстуры. Поэтому для такого телосложения, в отличие от других типов, важно сломать эту прямую линию и отойти от монохромной гаммы. Скорее всего, подойдет необычный пиджак и необычные брюки. Как это понимать? Они сделаны из различного материала. Вы можете попробовать надеть джинсы и спортивный пиджак. Это будет круто выглядеть на многих мужчинах. Если выбирать рубашку, то тут, скорее всего, выигрышно будет смотреться рубашка, которая имеет дополнительные карманы, и создает немного контраста между верхней частью и нижней. В порядке вещей сделать акцент на средней части тела. Из-за того, что он такой худой, удержание взгляда по центру, возможно, поможет выглядеть не настолько худощавым. Мы снова в поисках баланса и возможности выделить корпус, чтобы он выглядел шире и соответствовал норме. Следующий тип – это овал. И в этом случае необходимо усвоить две вещи. Первое – нам требуется вытянуть овал. И второе – нам надо добавить очертания границ. Сейчас подробнее о каждой. Под вытяжением я имею в виду, что надо визуально добавить в росте. Это можно сделать при помощи монохромной одежды. Одноцветный костюм, брюки и пиджак из одного и того же цвета и материала позволят глазам скользить вверх и вниз без задержек. Большие парни всегда выглядят отлично в таком образе. Чего следует избегать, так это контрастных вещей. Светлая рубашка и темные штаны – это однозначно нет. Ведь все внимание будет приковано к середине, что сделает вас еще шире. Когда я говорю про очертания границ, я говорю про пиджак, я говорю про туфли, которые также привлекут на себя часть внимания. Это ваши верхние и нижние границы. Пиджак и плечи – они будут создавать структуру и вычерчивать линии, чтобы у вас в этой области были мягкие округленные границы. Что насчет туфель, то надо сделать так, чтобы фокус внимания падал на них. Вы можете надеть отлично пара ботинок. Это не только прибавит в росте, но также и отвлечет внимание. Можно надеть броги с контрастной кожей, например, замшевые вставки или модель с уникальным стилем. Потому что когда они попадут под наше внимание, мы сразу подумаем, «Вау, да у этого парня хороший стиль». Следующий тип телосложения – это трапециевидный. Это один из самых простых типов для того, чтобы подобрать одежду. Но только в том случае, если вы не супервысокий или низкий. Или ваш тип приближен к перевернутому треугольнику. Но вот этот тип, в большинстве случаев, чтобы он не надел, будет на нем хорошо сидеть и выглядеть стильно. И вот где скрывается вся проблема. Если он не будет подгонять вещи под себя, а просто надевать все подряд, то он становится ленивым. Этому типу необходимо каждую свою вещь относить портному, чтобы идеально подогнать ее под себя. И тут нет оправданий. Это самый простой тип телосложения для подбора одежды. Но я каждый раз вижу ребят, которые умудрились и тут накосячить, потому что они надевают одежду, которая им не по размеру. Чтобы не допускать таких ошибок, просто следуйте моей пирамиде стиля. Итак, господа, если вы хотите получить больше информации, то читайте статью на сайте. В ней я подробно разбираю каждый тип телосложения. Дайте мне знать в комментариях под видео, что бы вы добавили, что я пропустил, какое у вас телосложение, и какие советы вы могли бы дать для того, чтобы лучше одеваться с этим типом телосложения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА